Всем доброго прекрасного дня! Меня зовут Ксения, я аромапрактик, нутрициолог, специалист по БАД. И сегодня, наконец-то, долгожданное видео про уход за волосами в домашних условиях с эфирными маслами. Сразу перейдем к делу, не люблю затягивать, поэтому поехали! Будем сегодня обсуждать, какие у нас есть вообще проблемы с волосами, какие масла могут вам помочь с каждой из этих проблем, и как мы можем конкретно применять уже сразу дома эти эфирные масла для себя под свои задачи. Итак, я буду немножечко подсматривать, потому что большой список эфирных масел, и чтобы вы смогли сразу выбрать, какие у вас есть, и сделать себе отметки, что вот это могу я использовать для этого, а вот это вот для этого. Итак, жирные волосы. Здесь у нас, конечно, эфирные масла лимон, бергамот, чайное дерево, мята и мелисса. Сначала буду просто перечислять под каждую задачу, какое масло можно использовать, и потом уже конкретно перейдем к применению этих эфирных масел под вашу задачу. Жирная кожа головы. Здесь у нас может сработать кедр, кипарис, сосна, эвкалипт, можжевельник, шалфей и герань. Сухие, ломкие волосы. Здесь у нас иланг-иланг, мандарин, апельсин, ладан, лаванда, ромашка, пачули, розовое дерево и сандал. Волосы с секущимися кончиками. Здесь у нас ромашка римская, иланг-иланг опять же. Очень прекрасное, кстати, масло для волос. Сандал и герань. Выпадение волос. Очень частая проблема, особенно для тех, кто знает, что, например, после рождения детей, во время ГВ волосы просто выпадают тоннами. Вообще очень много. Топовое масло для роста волос. Это у нас розмарин, конечно же. Но еще попробуйте, конечно, использовать петит-грейн, либо опять же иланг-иланг, кедр, кипарис, ладан, перхоть. У меня была, честно, мне помогло чайное дерево. Я его буквально просто использовала, причем, наверное, раза три, и вовсе. У меня перхоть прошла, представляете? Я была вообще в шоке. Итак, перхоть, чайное дерево, как я уже сказала. Можно попробовать также ромашку римскую, герань, лаванду, мелисса, базилик, лимон, бергамот, грейпфрут, лайм и мандаринчик. Разглаживающий эффект для волос это иланг-иланг. И универсальное действие масел также есть. Это у нас иланг-иланг, розмарин и чайное дерево. Также, когда мы используем эфирные масла, мы должны обязательно помнить, что, например, если у вас высокое давление, вам не нужно использовать розмарин, потому что оно его может вам еще больше повысить. Но если у вас низкое давление, вам не нужно использовать иланг-иланг, потому что оно вам его еще больше опустит. Поэтому здесь много тонкостей, поэтому нужно обязательно, конечно же, соблюдать ваши индивидуальные характеристики с теми маслами, которые вы будете использовать под вашу задачу. Как мы используем эфирные масла для волос? Чистыми эфирные масла мы не используем в принципе. Могут быть, конечно, исключения чайное дерево и лаванда. Мы их можем наносить точечно, например, на прыщики и, например, лаванду на какой-нибудь небольшой ожог. Это максимум, что мы можем сделать. В остальных всех случаях мы обязательно разводим эфирные масла в эмулигаторе, либо в базовом масле. И для волос мы можем, например, первый способ, это обогащение нашей косметики за волосами. Это у нас бальзамы, маски, шампуни и так далее. Но здесь тоже есть момент. Очень важно, чтобы ваши косметические средства были натуральные. Почему? Потому что если у вас, например, шампунь химический, в составе там всякая гадость, и вы представляете, эфирные масла, вот эту всю гадость будут проникать все глубже в вашу кожу головы. Я думаю, вам это не нужно. Поэтому лучше использовать шампунь с натуральным составом. Но на самом деле я бы вообще тогда лучше не советовала вам это делать, потому что не все разбираются в составах шампунях. Я думаю, я не разбираюсь, честно. Я использую шампуни Дотера, потому что я в них уверена, и я, конечно же, только их обогащаю. В противном случае я просто так не использую масла. Соответственно, то же самое про маски и бальзамы, которые у вас есть. Вы не знаете, какой у вас состав. Только если, конечно, вы не химик, и вы не уверены на 100% в вашем шампуне, то, конечно же, можно добавить просто капельку эфирного масла в вашу порцию шампуня, разовую. Если вы, например, сразу добавите все эфирное масло в ваш шампунь, целую банку, у вашего шампуня сократится срок годности. Особенно если он натуральный, то он будет совсем очень маленький. Поэтому очень удобно просто брать разовую порцию шампуня, добавлять 1-2 капельки масла под вашу задачу, мыть голову, смывать, и уже будет хороший эффект. Но лично я, как вам уже сказала, мне такой способ не особо нравится. Я люблю все по-простому, и чтобы это было точно максимально эффективно. Самый мой любимый, самый простой способ, который я использую масла, я делаю с ним кондиционер для волос. Я беру просто бутылку, полторашку, туда наливаю чистой воды, и я люблю безумно эфирное масло апельсина. И в эту воду капаю 3-4 капельки апельсина, хорошо взболтыхиваю, и после мытья головы я просто ополаскиваю, выливаю эту воду на свои волосы. И, соответственно, тем самым эфирное масло у меня остается на волосах, и оно уже работает. И оно поднимает еще при этом мне настроение и мое такое эмоциональное состояние. Мне очень нравится еще способ маски для волос, которые вы делаете самостоятельно. То есть, как это мы делаем? Мы берем базовое масло, конечно же, можно взять от Дотера, это самое универсальное, что может быть. Капнуть туда несколько капель масла под вашу задачу растереть между руками, нанести на корни волос, очень-очень хорошо, так нанесли, нанесли, одели шапочку, походили так минут 20, все это мы делаем на грязные волосы, походили так минут 20, и потом просто помыли голову с шампунем своим обычным, как обычно. И уже тоже от этого будет хороший эффект. Так вот я делала с перхотью, когда у меня была. Причем перхоть у меня была точно стрессового характера, и довольно-таки ее сразу было много, и я вот таким образом ее вылечила с чайным деревом буквально за 2-3 применения. Это было очень быстро, и на самом деле я думала, что надо будет дольше это что-то делать, но такой вот быстрый был эффект, я была в восторге. Еще, конечно, к этой смеси с базовым маслом можно добавить витамины А или Е, которые можно просто приобрести в аптеке, в капсулах, эти капсулы выдавить просто в вашу смесь, все это вместе смешать и также нанести на голову под шапочку, конечно же, лучше, потому что будет такой более теплый эффект, и более они будут глубже проникать в эфирные масла, поэтому попробуйте так. Так, какие базовые масла можно использовать для этих масочек? Как я уже сказала, это базовое кокосовое масло, которое есть у Дотерра, но, например, если у вас его нет, то можно, например, для жирных волос можно использовать масло жожоба, жожоба, масло виноградных косточек или масло авокадо. Для сухих же волос оливковое, персиковое, миндальное, жожоба, опять же, или масло ши. Жожоба, в принципе, конечно, универсальное масло, поэтому, если оно у вас есть, и оно хорошего качества, потому что это тоже важно, потому что оно вместе с эфирными маслами будет проникать глубже, глубже, глубже в ваши корни волос, поэтому это важный момент, который нужно будет учитывать при выборе масла базового тоже. Еще один способ, который мы можем также использовать для волос, это арома расчесывания. Можно взять просто деревянный гребень, распределить аккуратненько масло, которое вам нужно, опять же, под вашу задачу, и расчесывать свои прекрасные волосы до пяти раз в день. Но тоже делаем это не каждый день, где-то, например, один-два раза в неделю будет достаточно, и вы уже тоже быстро увидите эффект. Есть один очень классный рецепт для роста волос, я его на самом деле не использовала, но есть очень классные отзывы по его применению, поэтому я с этим рецептом вам тоже поделюсь. Берем просто 50 мл воды, чистой, фильтрованной воды, туда мы добавляем эфирное масло, лаванды, перечные мяты, ладан, розмарин и чайное дерево, по 10 капель каждого масла, хорошенечко встряхиваем и наносим пшик-пшик-пшик на свои волосы, уже чистые волосы после мытья, несколько раз в день. Что дает нам эта маска? Эта маска дает нам супер рост волос, которые хорошо также работают с вашей кожей головы и делают ее здоровыми, и, соответственно, ваши волосы от этого хорошо растут и быстро. Также еще был такой интересный запрос, как, например, замедлить наоборот рост волос, например, после эпиляции. Здесь хорошо можно использовать чайное дерево и мяту, но также хорошо использовать фенхель. Можно наносить сразу после эпиляции, выбранные вами масла. Чайное мято можно смешивать и наносить вместе, фенхель можно попробовать наносить отдельно. Данные масла как раз продлевают вот эту чистоту, гладкость кожи и замедляют рост волос. Поэтому у меня все. В своей группе в Телеграме я постоянно делюсь полезными рецептами, поэтому вступайте. Ссылку я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео. И если вдруг у вас нет эфирных масел, я оставлю свою почту. Вы можете мне написать. Я пришлю вам подробную инструкцию, как выгодно купить эфирные масла, которые приедут прямо до вашей квартиры. И это будет самое лучшее вложение в ваше здоровье, которое будет также работать на всю вашу семью. И не только для ваших волос. До встречи, до новых видео!